Евангелие от Марка, 3 глава, 4-5 стихи. А им говорит, должно ли всю воду добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали, и воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул. И стала рука его здорова, как другая. Люди часто не отвечают на вопрос, не знают ответа. А здесь они знали. Вопрос первый, в субботу добро делать или зло? Что ж непонятно, какая разница, в пятницу надо добро, а если зло? А почему зло? По отношению кого-то? Оно по отношению меня может быть зло. И они не отвечали. Душу, дальше Христос говорит, добро или зло делаем, от этого зависит состояние души. Душу! Спасти или погубить? Вот представьте, толпа огромная, богомольцы, ходят молятся, старики бородами, женщины одетые по форме, все. И вопрос ко всем Христос задает, спасти или погубить? И они молчали. Это такое состояние народа. А ведь оно не тогда только было, так и сейчас. Я этот вопрос задаю неоднократно священникам. Вы хотите людей спасти? Каким путем? Вы что выдавали вот это? Мощи, руки, голову возите? Какая польза от мертвого живому? Когда от живого к живому пользу, то не всегда дождешься. А вот как-то, что-то, где-то кто-то сделает. Видишь, священники, они как? Без меня ты не спасешься, а у меня благодать не махну рукой. Другие не будет, ты не спасешься. Но взамен отводай мне твою свободу. Чистотишество, подход. Вот сейчас о поясе читали. Петру сказано, ты подпоясывался, припоясывался и ходил куда хотел. А Петр, припоясывался было или нет? Что бы ему Христос сказал? О чем я говорю? Что у нас не по уставу? Простое дело пояса, мы ничего не можем сделать. Почему? Наглые бесчинники. Совершенно не признают ни устава. Да какой же там Бог может быть? Все отравлено. А выход какой? Слезы. Горькие слезы. Что среди нас живут люди, которые ничего этого не хотят соблюдать. С нечестицами знаются. Видишь, говорит, беззаконника. Сообщаешься. 49-й Псалом об этом говорил. Это все было три тысячи лет назад. А какой результат? И возрел он на них с гневом. Скорбя об ожесточении сердца. Вот я не буду говорить сегодня, он зайдет о поясе. Ожесточение, пыль на потолках. То же самое. Что я тебе сказал? Лучше с поясом или без пояса? Лучше устав нарушать или соблюдать? Это тоже самое отношение. А к спасению это относится нет? Добро и зло. Имеет отношение? Ведь не ответили. Что добро и что зло? Христос прямо поставил вопрос ребром. В раю быть или в аду? И они стояли, смотрели и отвечали. Даже не верится. Но я бы не поверил, если это не было записано. И эти люди единственные избранные Богом нацию. И Бог отверг их за это. Бог избрал нас, язычникам. Скажите своим нарушителям устава. Бог отвергнет их. Те отступники, которые у нас были, в уши у них ничего нету. Ничего нету. Спрашиваю, куда ходите? Да никуда не ходим. Отвещение было, я себе говорил. А что но? Да ничего, у нас нет только на работу и всего. Полностью все потеряно. Бог хватит, но ничего нету. У Бога это все просто делается. Ты ревнуй, ты огнем горим. Написано в пламенете. Пламень. Видели, как от свечей огонь? Надо разжечь эту печь любви. Мне это не все равно. 1 Коринфян 15, 58. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте твердые, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетель перед Господом. Любой труд, что вы зайдете сегодня, это перед Господом все ущетивается. Покажи свою ревность. Вы, жены, пойдите. Вы же знаете, все время репетишек, все годы приходилось ловить. Минуту, батюшка, уже бегаем без пояса. Минуту опять на улице без пояса. Почему из дома это зараза, это течет-то. И сколько лет это зараза, течет и течет. Как ноль, гнойный какой. И ничего нельзя сделать. Совершенные люди не представляют суда Божьего никакого. Почему? А причина у нас, что мы не ревнуем. Я подошел, сказал у себя, вы хорошие. Потому что вы молчите. Ты в десятки раз через дорогу перескочил и сказал, этого делать нельзя. Мы приехали, чтобы по уставу жить. Нам легко по этому уставу жить. Мы от всего мира отделяемся. К нам приехали очень издалека киносъемочные группы. И промахнулись, мимо проехали. А тогда в том озере дальнем еще купались. Глядим, говорят, бегут ребятишки, все в поясах. Мы поняли, попали туда. По поясам нашли нас. У меня было такое дело, я проповедовал. Подходили люди и говорили, а можно за поясом вас рукой потрогать? Мы никогда не видели. Обыкновенный пояс. Взрослые дядьки подходят, пояс считают, обыкновенная веревочка. Ну что там в ней есть. А что в ней есть? Послушание. Более ста раз в Библии, сто восемь раз или сто девять говорится, подпояжься. И ни разу распояжься. Что тебе еще надо? Христос был в поясе. Считай первую главу Откровения. Ангелы все с поясами. Ангелы не ноги с пояса нету. Демоны испоясывали. Кого подражаешь? Они распоясывали и ссыпались в небо. Давыд припоясывался речом. Прямо крестители говорят, мы не знаем какие волосы были. Какие глаза мы знаем. На чресла, кожа и пояс. Зачем все евангелисты об этом говорят, если никакого значения не имеют? Это в новом Завете написано. Петра ангел разбудил, когда он спал в химисце, и говорит, встань, припояжься первым делом. А потом жабуйся. Значит он что? У него пояс был рядом. Что он тебе скажет, ангел? Он скажет, раз хрис ты на распоясанный, вставай. Ну как что-то он должен тебе сказать? И апостол Павел, когда проповедовал, один пришел к проповеднику Ага, взял пояс, говорит, чей этот пояс, вот так его свяжут. Чей этот пояс был. Что тебе скажут? На листовом ни одного пояса нет. Так он просто Павел, что он не такой мудрый был, бестолковый. Ну ты глянь маленько, то что? У нас нет мелочей. Павел говорит, не по преданию нашему. А это даже не предание Писания. Первое Петра 4.1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, вострадающей плотью переставит грешить. Не просто знайте, а вооружитесь как оружие. Видим, как оружие берет, прицеливается. Я должен страдать. А почему я не должен болеть? С чего ради? У меня мысль, я вооружился. Я пришел на эту землю, чтобы страдания не искупать свои беззакония. Сколько я грешил. Хорошо, что меня нашел Господь. То зум болит, то еще свербит где-то. Благодарю тебя. Вооружитесь той же мыслью. Иисус страдал за нас. И мы должны страдать. Этой мыслью надо вооружиться. Без страдания нам не войти в Царство Небесное. Я видел плачущих людей, которые говорили, у меня нет болезни никакой. Как я пред Господом предстану? Что я ему отвечу? В послании Галатам 6.9. Павел говорит, делай добро, да не унывай. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Добро делать или зло? Он говорит, делай добро, не унывай. Я его сделал, а он мне пакост, не унывай. Это перед Богом. Ты видишь, ангелы добро туда уже отнесли. Я за него молюсь, он мне, видишь, какие слова говорит. Ну ты же перед Богом это все делаешь. Добро или зло делать? Так ему научиться надо. Добро – это от Бога. Зло – от дьявола. Что интересно, избави нас от лукавого. В оригинале стоит, избавь нас от злого – дьявола. Это одно и то же слово. Зло и дьявол – это одно. Так же ты делаешь на зло людям, а ты это дьявол, поверь. Там молитвы никакой нет. Свой телевизор выше ставят, чем требование устава. Мне очень прискорно об этом говорить. Я знаю, какая реакция будет, не расположенность будет. Я переступаю через это все ради души. Чтобы у меня ангел не сказал, а почему ты молчал? Послание к Филиппистам 1.14. Читаем. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Добро или зло делать? Добро. Безбоязненно, ревностно. И Господу этим угодим. В прошлое воскресенье наша сестра ездила во всему Клочки, Ребешинского района, и там его прогнали, не приняли. Сегодня она звонит. Друг меня звонит и вызывает в эти Клочки. Из-за одной женщины, я говорю, разнесли сначала в Клочки, а теперь оказалась одна женщина, приехала из Германии. И она говорит, я хочу побыть с ней. Я сразу засыпился. Если будет хорошо, пригласи ее сюда. Мы с ней поговорим. И она говорит, и опять литература, опять две сумки, опять на вокзал, и опять поехал. Она очень ревностная. Ее Господь нашел за то, что мы ходили по городу. Вы ее обращение посмотрите, в 15-м доме, почитайте. Бог привел ее. Она ходила в московскую патриархию. Ходила, ничего не знала, стояла в магазине. А наша сестра одна говорила о лагере. Ее это коснулось. Потом она еще что-то взяла. Потом купила книгу. Проснулась. Мысль идти. Где? Не знаю, где вы есть. И вдруг мысль пришла. И в книге там написано, фотографии. Ползунова 6, Барнауль. Я говорю, соскочила, ночью темно. Смотрю, ползунова 6. Куда идти, не знаю. Пошла. И как на рощу в этот день мы на запор не закрылись. Она зашла, в коридоре темно. Я говорю, упала. Проскочила вперед, лбом ударила в дверь. А дальше ее уже провели. И она настолько ревностная. Какое бы дело ни делали, она везде успевает. И все время на лице у нее улыбка. Она ни разу уже здесь была. Сестра Нина. Она духом пламенеет. Это от нее не отнимешь. Господь нашел ее через слова сестры, которая говорила с продавщицей. А она работала как раз торговой. Ты не знаешь, какое семечко даст плод. И она нигде ни разу стак не нарушила. Она одета всегда по форме. Приехала. Так ее там те, которые прогнали до этого, они ощупали платочек. Она им платочек привезла. Так как красиво. И они вверли в другое помещение, попросили раздеться. Мы посмотрим, как опять одевать это все. Это православные люди. Ну не зайдите до этого уровня. Нам есть что показать. Строгость никогда не мешала человеку быть хорошим. Никогда. Строгое воспитание детей написано. Не стыди строгое воспитание дочери. Она не постыдит тебя. Держи ее в руках. Ты потом радоваться будешь. Строгость. Вот у нас устав по форме одет и пояс. Это строгость. Строгость это означает вино. Это притворение воды в вино. В смысле водка будет. К филиппинцам. 1 глава 28-30 стихи. И не страшитесь ни в чем противника. Это для них есть признаменование по Гибели. Что они против, что говорят. А для нас спасение. И сия от Бога. Потому что вам, дому ради Христа, не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели и во мне и ныне слышите о мне. Вы знаете, Шашинский район ликвидировали. Его соединили с Мамонтовским, кажется. С Тюменцева. Вот. Другой совсем. И директор, который разрешил нам в Доме культуры быть там, накануне поехала в район. И мы только думаем. Только бы с батюшкой она не встретилась. Сразу сгрызет, отнимет ее, приструнит. И она уже нас тогда не пустит. Мы давай молись за жопу. Пусть она встречается с коммунистами. Пусть с тем угодно, с колдунами, с сектантами. Только с попом, чтобы не встретилась. Он сразу все перегородит дорогу. Сегодня я вижу боли, злого. Сословия нет в России, как священники. Всюду и везде было всякий слух, проповедь, где кто, что вы. Они не понимают, что мы в православии. Докажа, что тебе нужно. Ему надо подмять и отнять. Они понимают. Это кара России. Они должны вести людей к совершенству. Мы выходим на улицу, начинаем верить в Евангелие. Они в бешенство приходят на травы. И пусть нас бьют, что угодно. Он травит, стоит прямо. Гоните их в шею. А мы знаем, ради Бога нам дано не только веровать. Молиться, креститься правильно, но и правильно страдать. Страдать, молять за врагов. 2 Коринфян 3.14 Но мы их осветлены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. А сегодня покрывало при чтении Нового Завета еще хуже. Они не понимают и не знают. Она ей говорила, сестра дает им Новый Завет и предлагает деньги. У вас хоть есть, что надо нам, батюшка, сделаем. Ну есть или нет, я бесплатно даю и не взяли. Он научил не брать. Что это от Бога? Что тут непонятно-то? В прошлые годы, когда мне пришлось много свидетельствовать при начале перестройки, еще там 88-89, до перестройки еще. Я с большими рюкзаками появлялся во всех организациях Барнаула. Помню, за мной приезжает одновременно несколько полковников. Собраны все прокуроры края. Перед кем только я не выступал. Ко мне надо, мы непрерывно ехали. И нам Бог открыл такой источник. Мы покупали в Средней Азии, со старшим пресвитером, кипистом, баптистом. И здесь по той же цене давали. За бесценок буквально. И цветные, и детские библии, и каких только не было. И куда только не звали. Я говорю вот, знаете, как мне душерадостно и приятно. Посещаются эти люди. Где они ходят? Некоторые будут в церковь, некоторые стали священниками. Я же не утерял связь с ними, да? Потому что большая аудитория – это амортное состояние. Два-три человека, я конкретно могу работать с ними. Ефесянам 4.18. Будучи помраченным в разуме, отчужден от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения свердец их. Вот они и молчали. Невежество, ожесточение свердец. Но мы поедем завтра. Повторяю, мы ничего не знаем, что нас ждет. Нам нужна помощь. И в прошлый раз мы были благословены, мы говорим, за нас молятся. Молитесь ради Христа. Чем можете, помогайте, чтобы поехать? Здесь нужно оплачивать машину, и Бог дарит. У нас все еще есть. Ефесянам 4.26. Гневость не согрешайте. Солнце-то не зайдет во гневе вашем. И 4.30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления. А где оскорбление? А когда Господь спрашивает их, добро или зло? Они не отвечают, это оскорбление Духа Святого. Дух Святой касается души. Они замкнулись и молчали. Промолчали в пустыню тысячу лет. А теперь не знают, что с пустырманами делать. Любого монаха Христос мог бы даже спросить в течение шести столетий. Говорить или не говорить людям? Нет, надо молчание. Вы знаете, начинают такие толкования давать. Когда Христос говорит, выйди на Средину. Дух начинает, а Средина, а Средина добродетель. И вы сегодня считали. Как все это закручено было. Столько же придумали монахи. А надо было сказать, идите, свидетель. Средитель. Скоро Магомед родится. Вам то что будет. Он разобьет эту Византию. Он раздавит все ваши храмы. Вы будете пленниками у него. Идите. И они все равно не пошли. Спасти этих мусульман или не спасти? Вопрос состоял. Погубить их или спасти? Если бы проповедовали, они бы все были верующими. Эти люди очень и очень склонны к религии были. Исайя. 63.10. Но они воспутились и огорчились Святого Духа Его. Потому что Он обратился в неприятеля них. Сам воевал против них. Бог. Это за 700 лет до Христа. Если Бог станет неприятелем, не устоишь. Бог. Бог не противится. Не гордись надеть пояс. Мусульмане. Миллиард. Сумели одеть всех женщин. Сумели одеть всех мужчин. Все по форме. Ни одного нечто прилегало к форме, как у нас. У женщин. Притом не когда полиция идет, а всегда. Хотите убедить себя? Съедите на рубеж. Посмотрите. Не считайте этих за настоящих мусульман. Они работают. И нам в этом пример. Лука 13.15. Господь сказал ему в ответ. Лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас волос на его или осла отвязли в субботу? И не ведет ли боить? Спаси или погубить в субботу? А они молчали. А в другом месте он говорит. Молчит. Ну я же видел вчера. Ты водил его на водопой-то. Ну почему же мне было не развязать человека, которого сатана сковал? Он не может, человек разогнуться, сгорбатился. И они молчали, стояли. Сатана сковал. И не дает послушания. Сатана связал и не может надеть пояс. Это скованность от сатаны. Ниемия 13.8. Тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Тови вон из комнаты. Нужно показать ревность. Все остальное должно быть выброшено прочь. Я перед Богом это говорю. Это не Илья старался так. А на него разве и не знали, что при храме завелась комната? И так Тови вещи свои принес. Может быть спит. А может быть и не один. И никому дела как будто не было. Он показал ревность. Распахнул дверь и начал все вышвыривать оттуда. Псалом 94.10. «Сорок лет я был раздражаем родом сим», говорит Господь. «И сказал этот народ заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих». Вот ответ, который ждет людей, которые не считает Евангелие. Сорок лет это не два года. Миллионы людей шли, и они не познали Бога. Видели чудеса Его и роптали. И Бог Господь во гневе сказал, и они не войдут в обитованную землю. Моисеев передал, как не войдем, вон уже видать ее. Да мы кого угодно победим. Не пойдете. А мы пойдем. И они, знаете, пошли. Пошли и побежали обратно. Два человека, сто человек прогнали. И убитыми гора наполнилась. И в один день Израиль покрылся вдовами. Все. Развернул назад, и сорок лет стали блажать в пустыне. Пока все не переберете, а новые дети туда-то войдут. Не гневите Бога. Если ты здесь не подчиняешься уставу, в другом месте Бог наложит другой устав. Тебя другой подпояшет, если не хочешь сам подпоясываться. И поведет, куда не хочешь. Да даст Господь нам правильно ответить. Когда Он спросит, добро или зло, мы сразу быстро и ревно ответим, Господи, добро. Только добро. Я избираю Бога, одного Бога, никого, кроме Бога. Спаси душу или погуби? Господи, только спасти душу свою, мне и ближних моих. Помоги, Владыка. И когда нападает враг, вы всегда поминайте про кровь Христову. Говори, я искупленная кровью Христова чада. За меня кровь Христова пролита. Отойдет меня сатана. Я кровью Христовой умоляю каждого. Отвечайте правильно на вопросы. Упоминайте имя Христова и скажи, избирай Бога, одного Бога, добудая с Ним в вечности. Аминь. 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 Аминь.